Всем привет! Меня зовут Софья, а сегодня у нас в гостях Антон Зуфарович Миндубаев. Здравствуйте! Здравствуйте, Софья! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Антон Зуфарович Миндубаев. Я ведущий специалист научно-организационного отдела ФИЦ, Федерального исследовательского центра Казанцеран, Казанский научный центр Российской Академии наук. И сегодня я хочу рассказать вам о теме нашей работы, наших исследований, связанных с защитой окружающей среды. И за это большое спасибо Софье и ее коллегам. Вам большое спасибо, что вы пришли. Прежде чем мы начнем углубляться в эту тему, хотелось бы уточнить, насколько мне известно, ваша работа так или иначе связана с белым фосфором. Совершенно верно. Можете ли вы для обывателя рассказать, что это такое белый фосфор и, самое главное, почему его важно изучать? Это очень хороший вопрос. Белый фосфор — это вещество первого класса опасности. Конечно, не все знают, что это такое, что такое классы опасности. Но первый класс опасности — это наиболее высокий класс опасности. Вещество чрезвычайно токсичное, огнеопасное. Официально запрещено использование в военных целях белого фосфора. Уже больше 40 лет, тем не менее, он применяется. Белый фосфор, как бы на слуху его военное применение, гражданское применение его тоже очень широкое. Хотя технологи его больше называют желтым фосфором. Желтый фосфор — это технический белый фосфор с примесями. Он является краеугольным камнем всей химии фосфора. То есть и фосфорную кислоту, и красный фосфор спички, и фосфорные удобрения, и огромное количество других продуктов получают именно из белого фосфора. Поэтому мировое производство где-то около полутора-двух миллионов тонн в год производится. Сейчас крупнейший производитель — это Китай. Что неудивительно, Китай — крупнейший производитель, наверное, всего, более 70% мирового производства. А в России сейчас производства отсутствует, по крайней мере, по официальным источникам. Но работы с белым фосфором ведутся. То есть его закупают в Казахстане, в Китае. Казахстан, кстати, тоже крупный производитель. И перерабатывают. То есть переработка белого фосфора в России продолжается. Такой вопрос. Чем чревато попадание белого фосфора, его производных, возможно, в почву, в нашу обычную среду обитания человеческую? Чем это чревато, чем это опасно? Белый фосфор очень активный химически. И попадая в окружающую среду, он ведь еще и хорошо растворяется в липидах. Он в воде очень мало растворяется. Хорошо растворяется в жирах. И, соответственно, он легко накапливается в живых организмах. Вот я встречал работы, что и в пресноводных рыбах. В основном американские работы, у них там полигоны тоже на Аляске. И много исследований. То есть там пресноводная фауна, потом крупный рогатый скот тоже отравляется. И накапливается даже в яйцах в желтке яиц, накапливается желтый фосфор. И это чревато серьезными отравлениями. Вещество очень химически активное. Этим определяется его токсичность. То есть в организме человека он производит разрушительные действия. Острое отравление. Смертельная доза для взрослого человека где-то 0,1 грамма. Очень небольшое. Хроническое отравление приводит к отмиранию костной ткани. То есть если задать в поисковике белый фосфор отравление, то можно много страшных фотографий найти. Особенно из старины. В 19 веке работники спичечных фабрик, у них часто происходил некроз нижней челюсти. То есть страшные свищи. Острое отравление по симптомам напоминает отравление бледной поганкой. Хотя токсины бледной поганки по своей структуре совершенно не похожи на белый фосфор. И тем не менее симптомы отравления сходные. Поэтому вещество очень опасное. И естественно, если оно окажется в окружающей среде, то это может к очень плачевным последствиям привести. Надо сказать, что в России практически все загрязнения белым фосфором или желтым фосфором находятся в Поволжье. То есть это Дзержинск, там долгое время производили химическое оружие. То есть я правильно понимаю, что для нас, как для жителей Поволжья, вопрос применения белого фосфора и его последующее разложение, его последующая жизнь, это вопрос достаточно острый. Это вопрос острый, потому что если, например, в Дзержинске произойдет какая-то авария, то белый фосфор попадет в Волгу. И соответственно, все, что ниже по течению, будет подвергнуто риску серьезных отравлений. Поволжье это самый густонаселенный регион России, тем более и Новочебоксарск и Дзержинск, они выше Казани, насколько я помню, на Волге. Поэтому, естественно, и Казань тоже подвергается риску. Ну, Волгоград, конечно, ниже по течению. Самара, Тольятти. Вот в Тольятти было крупное предприятие ОАО «Фосфор», которое обанкротилось. До сих пор 30 гектаров земли загрязнены. Там считается около 3000 тонн фосфошламов. Но фосфошламы — это отходы производства желтого фосфора. То есть предприятие обанкротилось еще в 90-е годы. До сих пор случается возгорание. Если не ошибаюсь, в 2014 году 36 раз выезжали пожарные команды в течение года. Тушили возгорание. Поэтому серьезная опасность. Многие, скажем так, специалисты-токсикологи считают, что желтый фосфор по уровню угрозы сопоставим с ядерными отходами. Понимаю, что ситуация таким образом складывается тяжелая. Хочется уточнить, что современная наука предлагает для решения этого вопроса? Какие есть методы борьбы, которые прямо сейчас применяются? В настоящее время применяются в основном физико-химические методы. То есть это или сжигание в воздухе, в кислороде, применение окислителей, таких как смесь серный и азотный кислот. То есть желтый фосфор легко окисляется, но применяемые реагенты, они сами очень опасны. То есть даже серная кислота или азотная. Экстракция органическими растворителями производится. То есть в воде он практически нерастворим, а в органических растворителях, таких как керосин, он растворяется лучше. В сероуглероде очень хорошо растворяется. Белый фосфор. Но опять-таки эти растворители, они сами токсичны. То есть применяемые на сегодняшний день методы обезвреживания и извлечения, они сами несут угрозу для окружающей среды. Я знаю, что у вас есть крупное исследование, оно инновационное. Можете о нем рассказать подробнее? То есть какие методы решения вы предлагаете, что вы там химичите с этим фосфором? Очень интересно это, потому что, как я уже сказала ранее, вопрос действительно острый и проблема серьезная. Согласен. Когда мы с вами только познакомились, представились, вы сразу сказали, что вы сами не химик, не специалист по естественным наукам. И это во многом хорошо, потому что дискуссия не углубилась в какую-то детализацию, а действительно задаете вопрос по общественной значимости работы. Это очень важно, потому что, ну скажем так, научная составляющая, она уже в статьях, в публикациях хорошо отражена. Кстати, первая публикация у меня в журнале, который в КФУ издается, это ученые записки КФУ. Вот самая первая статья еще 2011 года вышла. Вот редакция, кстати, располагалась в этом здании, может быть, и сейчас располагается. Но у нас издательство не было. Вот, вот, вот. То есть, как раз самая первая статья вышла, можно сказать, здесь же. Это, наверное, знаменательно. А что касается наших задач. Вот я уже напугал белым фосфором, насколько он страшный. Это действительно страшное вещество, но у элемента фосфора есть уникальные качества. Какое? Вот, вот, это очень важно. В виде простых веществ, таких как белый фосфор, ну, красный фосфор, он чуть менее токсичный, он менее опасен, но все равно это не природное вещество. Вот в виде простых веществ, особенно в виде белого фосфора, это очень токсичный элемент, но в полностью окисленном состоянии. Если фосфор окислить до фосфорной кислоты, до солей фосфорной кислоты, фосфатов, то это уже биогенный элемент, который необходим всем формам жизни. То есть все мы знаем про фосфорные удобрения, про фосфорные подкормки. Вот, в человеческом организме в среднем, ну, примерно 1,6 килограмма фосфора содержится. В основном в составе скелета. То есть наш скелет — это фосфат кальция, это минерал апатит. На самом-то деле. Вот, и даже есть такая версия, что изначально у наших предков, еще рыбообразных, да, которые жили в океане, скелет появился не для того, чтобы быть опорой. Потому что, собственно, в воде-то опора не нужна, а именно как депо фосфора и кальция. Да, интересно. То есть изначально скелет, кости — это были хранилища этих двух важнейших элементов. А уже впоследствии, когда потомки этих рыб вышли на сушу, стали ходить на ногах, уже у скелета появились опорные функции. Вот, то есть в составе человеческого организма где-то 1,6 килограмма фосфора в основном. Это минерал апатит в костях. Кроме того, у нас есть фосфолипидные мембраны клеток, у нас есть молекулы ДНК и РНК, которые тоже содержат фосфаты в больших количествах. И, конечно, фосфор в виде фосфата играет важную роль в метаболизме. То есть те, кто изучал биохимию, знают всякие креатинфосфаты, фруктоза, там 1,6, без фосфата и прочие эти такие мудреные названия, но это самые ключевые для жизни соединения. И они все содержат фосфор. То есть без фосфора, именно в форме фосфата, наш метаболизм невозможен. И поэтому нашей задачей являлась как раз 15 лет назад, 2009 год, и возникла программа «Россия-НАТО. Совместные научные исследования со странами НАТО». Ну и как раз мой коллега, который работает в Институте Арбузова, Дмитрий Григорьевич Ехваров, он предложил поучаствовать в таком проекте и тематика как раз обезвреживания белого фосфора. И нашей задачей было как раз преодолеть барьер между токсичной формой фосфора и той формой фосфора, которая присутствует в природе и полезна для живых организмов. То есть при всей опасности фосфора, вот в отличие от тех же ядерных отходов, возможна его полная детоксикация. О, вот это интересно. Да, то есть если мы говорим, например, про ядерные отходы или про отходы каких-то тяжелых металлов, там свинца, например, или мышьяка, то их полностью обезвредить невозможно. Их можно перевести в менее опасную форму. Но полное обезвреживание недостижимо. В случае фосфора возможно полное обезвреживание. А как это удается этого достичь? Ну, вот для этого его надо превратить в фосфат. И впервые в мире, то есть аналогичных работ не было, мы попробовали использовать для этого микроорганизмы. Вау, круто. Да, это действительно очень круто, потому что в то время я занимался биогазом, биотопливом, то есть из осадков сточных вод водоканала получали метан, биогаз, то есть в наэробные условия. Соответственно, был доступ к сточным водам и к осадкам. А осадки сточных вод, илы, вот эти сточных вод, они очень богатые, имеют богатый микробный состав. Причем эта микрофлора, она уже адаптирована к обезвреживанию загрязнителей, потому что, собственно, вот эти осадки, они нарастают в сточной воде, которая и с городских стоков идет, да, и с предприятий промышленных, там, например, тот же самый СК, синтетический каучук. Многие коллективы занимаются его исследованием, исследованием микрофлоры, которое занимается обезвреживанием стоков. И, соответственно, микрофлора, она уже адаптирована к тому, чтобы обезвреживать токсичные вещества. И вот попробовали, то есть белый фосфор сначала в виде кусочков, позже усовершенствовали методику в виде эмульсии, то есть при помощи ультразвука измельчали, получали однородную водную эмульсию, стали вносить в эти осадки источных вод. И наблюдали интересный эффект. Вот я в одной из своих статей в «Биомолекуле» уже об этом писал, но интересно, конечно, рассказать об этом в эфире. То есть у нас есть осадок источной воды, в нем активная микрофлора, выделяется газ. Газ — это продукт жизнедеятельности микрофлоры. Мы вносим белый фосфор, газ прекращает выделяться. То есть микрофлора или погибает, или она впадает в какой-то анабиоз, то есть какое-то состояние между жизнью и смертью. Ждали, то есть какое-то время. Где-то недели через две смотрим, ничего не выделяется. То есть уже даже было принято решение эксперимент прекращать. Тем более, что до того, как начали нашу работу, мы посмотрели литературу, посмотрели патенты. Собственно, любая научная работа начинается с этого, что надо ознакомиться с трудами предшественников, кто подобными направлениями занимался до нас. И аналогичных работ не нашли. Нашли только старенькую работу, еще 1985 года, американскую, в которой пробовали обезвреживать белый фосфор и красный фосфор при помощи микробов, установили, что не обезвреживается. То есть результат был отрицательным. А у вас получилось? У нас получилось. Видимо, мы просто дольше ждали. То есть микрофлоре нужно какое-то время, чтобы адаптироваться. Нужна адаптация. Где-то недели через три мы заметили, что газ очень медленно стал снова выделяться. Мы даже сначала думали, что это просто случайность, какой-то перепад температур. Просто подумали, что эксперимент не просит кушать. Ну пусть стоит. Будем смотреть дальше. Хотя уже даже не было надежды на то, что он будет продолжен. Ну, газ стал выделяться. То есть можно было предполагать, что микрофлора после такого острого отравления этим белым фосфором адаптировалась. У бактерий у них прекрасная способность к адаптации, потому что они быстро размножаются. И, соответственно, все эволюционные изменения у них быстро происходят. Вот. И поэтому было решено работу продолжить. Слушайте, ну какая интересная история получается. Очень интересная. Казалось бы, да. Ничего не происходит. Последняя работа была там больше 30 лет назад. И вот так вот, не опустив руки, удалось совершить действительно важное, как мне кажется, все-таки серьезное научное открытие. Согласен. Вот как раз это и стало мотивацией. Потому что, ну, занимался биогазом. Биогаз, конечно, тема интересная. И как-то я с теплотой вспоминаю, потому что, собственно, своими руками тоже все было сделано. Но, на мой взгляд, слишком прикладная. То есть, я шел в науку именно для того, чтобы совершить открытие научное. Вот. Уже с детства, как бы, интерес к науке у меня был. И всегда хотелось что-то открыть. С детства зачитывался наукой и жизнью. Кстати, сейчас я сам там публикуюсь в этом журнале. Замечательно. Это, мне кажется, чудесно, когда детские мечты сбываются. И при этом они еще приносят огромную пользу обществу. Согласен. И я тоже самое говорю, что детские мечты сбываются. Мне всегда казалось, что те, кто публикуется в науке жизни, это состоявшиеся ученые. Вот уже успешные, уже знаменитые. Вот. И было желание тоже опубликоваться еще в детстве. И вот публикуюсь. То есть, действительно, если стремиться к чему-то, то все получается. Главное, чтобы было стремление. А для ученого упорство и стремление – это самое важное. Я всегда говорю, раньше думал, что самое главное – это ум в науке. Потом понял, что на самом деле самое главное – это упорство. Ум, конечно, безусловно, нужен. Но, скажем так, в конкурентной борьбе всегда более упорный побеждает в науке. То есть, именно тот, кто поставил цель, стремится к ней. И это очень важное качество. Действительно. Потому что зачастую, когда мы гонимся за какими-то результатами, мы забываем о том, что если не получилось, не стоит опускать руки. И поэтому мой следующий вопрос, я его хочу подвязать к тому, что вот у вас получилось, вы увидели результаты. А дальше ваши действия какими были? Вы стали проводить новые исследования. Может быть, какие-то новые площадки для него, какие-то новые соединения, возможно? Что было после того самого момента, как стал испаряться газ? Да, это очень интересный и важный вопрос. Ну, для меня это стало большой радостью, потому что, еще раз говорю, конечно, эта тема, она меня зацепила гораздо больше, чем предыдущая. Вот, и я понял, что вот здесь действительно открытие. Сложно было говорить на тот момент о какой-то практической значимости, с биогазом все понятно, это возобновляемое топливо. Вот, ну, для России это не очень актуально, конечно, возобновляемое топливо. У нас есть месторождение нефти-газа, это уже больше для заграницы. Но, когда понял, что белый фосфор подвергается биологической деструкции, вот, это меня захватило, и я понял, что вот этим как раз стоит заниматься. Вот, потому что здесь есть все составляющие науки, есть фундаментальные составляющие. Мы показали, что элементный фосфор является пищевым субстратом для микробов. Вот, то есть это источник пищи для них. Вот, и фактически это, ну, серьезное открытие, которое у нас в стране, в России было сделано. Вот, и практическая значимость, она тоже очевидна, потому что вещество ядовитое, и его, конечно, следует обезвреживать различные методы для этого изобретать. И, то есть, здесь все составляющие для очень качественной, очень успешной работы. А потом было сделано очень много. Вот, самое важное веха, когда мы совершенно случайно, то есть, до этого мы вели анаэробный процесс без доступа воздуха, осадки источных вод. Это, конечно, все интересно, но надо было выделить чистые культуры микроорганизмов, которые обезвреживают белый фосфор, чтобы их досконально изучать. Вот, с этой целью мы производили посевы в культуральные среды, и у нас совершенно неожиданно стали расти грибы аспергиллы, которые могли попасть только с белым фосфором. То есть, сама культуральная среда у нас была стерильной, в общем-то, квалифицированный микробиолог работал. То есть, сомневаться в квалификации было невозможно. Единственное, что мы на тот момент не могли стерилизовать, это только сам белый фосфор. Впоследствии мы его научились стерилизовать тоже. Вот. И у нас стали расти грибы, то есть, предполагаем, что споры были занесены с белым фосфором. То есть, вот сегодня в науке, в биологии, очень важным направлением является исследование так называемых экстремофилов. То есть, микроорганизмы, которые адаптированы к жизни в экстремальных условиях. Это очень популярная тема. Она связана, конечно, с освоением космоса, в первую очередь. То есть, а как ведут себя живые организмы на других планетах. Ну, и на нашей планете, на Земле тоже есть масса мест, где только экстремофильные организмы могут выживать. И вот, наверное, склянка с белым фосфором – это как раз одно из таких мест, где споры все-таки выжили. – Получилось такое разнонаправленное исследование. – Да, да, да. – Результаты у него тоже не под одну какую-то конкретную цель, как оказалось, подходят, а под разную. И хочется еще также уточнить. Вот сейчас есть уже какое-то практическое применение в вашей разработке? Или вы все еще на стадии каких-то лабораторных исследований? Ну, даже сложно сказать, к счастью или к сожалению. Наверное, больше к сожалению. Вот все-таки 15 лет работы ведется, очень много интересного сделано. Вот. Ну, настоящее открытие. Оно, в общем-то, прошло незаметно. То есть, ну, скажем так, выход в эфир. Я жду все эти годы, вот, слава богу, большое вам спасибо за то, что это случилось. – Вам спасибо, что пришли. – Ну, я не мог не прийти, потому что я действительно все эти годы, все эти 15 лет ждал такого приглашения. Потому что я знаю, какую роль играет пресса в современном мире. Вот. И я надеюсь, что все-таки после выхода в эфир передачи какие-то серьезные подвижки могут произойти. Вот. То есть, ну, как сказать, успешные люди – это те, кто выступают на телевидении достаточно часто. И поэтому я надеюсь, что вот это выступление сегодняшнее, оно станет какой-то вехой на пути к успеху. И если широкая общественность узнает о работе, то есть из научных публикаций все-таки научная общественность ее знает. Но научная общественность – это сравнительно узкий круг. А широкая общественность – это очень важно и в плане поиска и финансовых источников для работы, и для ее применения на практике. То есть, к сожалению, до сих пор практического применения у нас нет. Хотя и в «Акселераторах» много участвую, и в общем-то проекты «Старт» с фондом «Содействие», с инвестиционно-венчурным фондом. Я очень благодарен этим фондам. РФФИ, когда еще был, сейчас в РНФ пишу заявки. Я, конечно, всем фондам очень благодарен за финансовую поддержку. Спасибо, им низкий поклон. Но вот заказчиков пока еще нет, хотя я много бывал в Чебоксарах и в Новочебоксарске. Неоднократно бывал в Самаре и в Тольятти. То есть, как раз в тех регионах, где наиболее острая ситуация. Но, как сказать, те круги, которые связаны с производством, они просто не хотят освещать свои проблемы. То есть, у них реакция какая? От ученого требует, чтобы он шел на диалог с промышленниками и внедрял свою технологию. Особенно, если у него какие-то прикладные гранты. Вот, например, те же самые старты. Это вообще требования. То есть, надо внедрять свою технологию. Надо коммерциализировать. То есть, создавать какой-то бизнес-проект коммерческий на основе своей работы. Но для этого нужна связь с производством. А производство не хочет внедрять проекты. То есть, им проще закрыть глаза на проблему. Сказать, что проблемы не существует. И поэтому в промышленных кругах от ученых отмахиваются. Не хотят с ними идти на диалог. Их, конечно, отчасти тоже можно понять. Но все равно диалог необходим. Потому что наука невозможна без промышленности. Это все печально, к сожалению. Что такая ситуация есть. Может быть, получится как-то достучаться до этих структур. Если мы сейчас здесь с вами. Для простых обывателей, таких как я и многие другие люди. Пофантазируем и представим, что будет, если мы данную разработку применим как раз-таки на том заводе, который обанкротился. И, как я понимаю, залежи опасного вещества находятся. Что будет, если мы его применим? Потому что ранее вы уже упомянули, что это положительно влияет не только на какую-то одну сферу, но и на другие. Что тогда получится? Вопрос очень хороший. Конечно, для того, чтобы реально обезвредить такое серьезное загрязнение, как в Тольятти, тут нужен целый комплекс методов. То есть сначала, наверное, нужно применять традиционные методы экстракции, флотации и прочее. Биологический метод, на мой взгляд, как мне кажется, лучше всего подойдет на заключительной фазе. То есть мы, допустим, экстрагируем керосином желтый фосфор из шлама. Его можно пустить во вторичную переработку. Его снова можно использовать. Это ценный элемент, который просто так пропадает. Он находится в земле, он отравляет, он горит, он представляет угрозу. А ведь это целый капитал. Это элемент, который можно превратить в полезный продукт. А вот на заключительном этапе, когда мы большую часть извлекли на вещество очень ядовитое, даже в следовых концентрациях она опасна. Вот тут можно применять биологический метод, то есть засевать спорами грибов или какие-то ферментные препараты. Нам часто ставят в упрек, что черные аспергилы сами опасны для окружающей среды. То есть они производят токсины. Но из этого можно найти выход. То есть обрабатывать почву, допустим, не живыми грибами, а ферментным препаратом, который извлекаем из этих грибов. Вот сейчас как раз у нас направление, изучаем ферменты, которые грибы выделяют в ответ на загрязнение белым фосфором. И как раз их-то и можно использовать для очистки. То есть создавать ферментные препараты, которые уже точно никакой угрозы не будут представлять. Ферменты это просто белки. Белок, который совершенно не опасен для окружающей среды. И мы уже показали, что на порядок в присутствии живой культуры гриба у нас ускоряется окисление белого фосфора. То есть мы исследуем накопление фосфатов, а фосфат — это конечный продукт окисления. И действительно, в первые дни после посева у нас и в 10, и в большее количество раз увеличивается концентрация фосфата ионов. То есть во столько раз у нас ускоряется обезвреживание этого вещества. Тем более, что если оно лежит где-то в глубине, в грунте, то оно может вообще очень долго, десятилетиями сохраняться. Поэтому, конечно, я не думаю, что один только биологический метод позволит обезвредить загрязнение. Но он может сыграть решающую роль и добиться полного обезвреживания. Окисление белого фосфора кислородом, а ферменты оксигеназы могут ускорять на порядке эту реакцию окисления и, соответственно, превращать в менее опасные продукты этот белый фосфор. Вот, собственно, в этом наша задача и состоит. Действительно такой серьезный, на самом деле, комплекс мер необходимо предпринять, чтобы нивелировать тот ущерб, нанесенный человеком, его, естественно, среди обитания. Хочется вернуться чуточку назад, в тот момент, когда вы сказали, что вы уже 15 лет занимаетесь этим. И хочется спросить такой момент. Вы наверняка в своей команде не один. Конечно. Кто эти люди, которые с вами совместно занимаются этой разработкой? Замечательный вопрос. Ну, про Дмитрия Григорьевича Яхварова я уже рассказывал. Собственно, он был инициатором проекта. Но он, собственно, отошел от дел. Хотя, в общем-то, у нас сотрудничество продолжается. Мы же не только белым фосфором, еще и ряд других веществ. В том числе и другие аллотропные модификации фосфора обезвреживаем. То есть, с Дмитрием Григорьевичем у нас тоже возобновилось недавно сотрудничество. Но оно прерывалось. Очень важную роль, конечно, играет Эдуард Викторович Бобынин. Кстати, Яхваров-то он работает на химфаке КФУ. Помимо того, что он в ИОХе. То есть, в общем-то, университетская команда. Это как раз вам близко. И, наверное, приятно слышать. Эдуард Викторович Бобынин. Он работает на кафедре генетики ИФМИП. И очень большую роль играет в проекте. То есть, это настоящий ученый, классический ученый. Очень ответственный. Если он говорит, я не могу это сделать или я не буду это делать, значит, у него есть основания. Значит, это никто не сделает. А если он берется за какую-то работу, он всегда ее сделает самым лучшим образом. То есть, результатам его работы можно доверять на сто процентов. И я очень благодарен Эдуарду Викторовичу. Конечно, Елена Казимировна Бадеева. Она тоже вместе с Яхваровым работает, химик. Она непосредственно работает с белым фосфором. Отвешивает для нас навески этого вещества. Много помогала с расшифровкой ИМР спектров. То есть, она тоже квалифицированный специалист-химик. Большая благодарность, конечно, Салимат Хиатулуна Минзанова, Любовь Геннадьевна Миронова в ИОХе. Они технологи. И тоже большую помощь оказывают. Я надеюсь, что эта помощь будет больше, если мы будем выходить уже на пилотный, на промышленный уровень. Ну и вот сейчас я еще второе образование в бывшем КХТИ, в КНИТУ получаю, в магистратуре учусь. Там, конечно, тоже очень интересуются нашей работой. Вот это и Фарида Юнусовна Ахмадулина, ну, конечно, Сироткин Александр Семенович. Вот зав. Там как ПБТ, промышленная биотехнология. Раньше была кафедра, теперь институт. Вот Александр Семенович, Фарида Юнусовна Ахмадулина, конечно, крупный специалист. Рустем Каюмович Закиров. Ну и ребята. Слава Клементьев. Очень толковый аспирант он теперь уже. А к вашим исследованиям могут присоединиться студенты КФУ, допустим? Или же у вас уже собрана полностью полкоманда? Да. Потому что, опять-таки, мне как обывателю кажется, что это очень грандиозная история. И вообще, надо, чтобы все и занимались обязательно. Да, конечно, я согласен. Работа большая. И вот за 15 лет сильно менялся состав команды. То есть люди приходили, люди уходили. Кстати, вот еще Шамиля Валидова, я не упомянул, он тоже большую роль сыграл в работе. Хотя сейчас мы как-то уже вместе не работаем. Но, собственно, он как раз доказал новизну нашего штамма черных аспергиллов. Шамиль Завдатович Валидов. Ему я тоже очень благодарен. Команда обновляется. Работали студенты из университета. Еще когда была Фрида Кашифовна Алимова, кстати, и ей я тоже благодарен. Вот сейчас она уехала в Австралию. Долгое время она была заведующей кафедрой биохимии, кстати. Это моя родная кафедра, я ее заканчивал. Вот она очень хороших студентов предоставляла. Вот я особенно благодарен. Студент из Ганы, африканец он. Вот Яв Акосах. Вот он долгое время, когда еще здесь работал, он, как это правильно называется, комитет иностранных студентов, что ли, студентов иностранцев. Как-то так. Ну да, вот он возглавлял, то есть очень серьезный, очень ответственный, очень умный парень. Сейчас он в Америке, в Нью-Йорке. Но мы продолжаем общаться, он и до сих пор посильную помощь оказывает. Вот, и большую работу проделал. Вот, в частности, описал морфологию наших грибов. Ну, это замечательно. И получается, что проект уже даже немножко международным становится. Он стал международным. Вот сейчас, кстати, еще присоединились из других городов люди, в частности, с Кольского полуострова, с Апатитов. Но их больше не столько белый фосфор интересует, сколько трибутилфосфат. Это такой растворитель, при помощи которого металлы извлекают из руд. Потому что Кольский полуостров, Хибина, это крупнейшее месторождение рудных минералов в России, да, наверное, и в мире. Вот, и трибутилфосфат используют для экстракции этих элементов из руды. И вот до сих пор трибутилфосфат обезвреживали только при помощи бактерий. А мы впервые при помощи грибов аспергиллов смогли его обезвредить. То есть наши грибы, они не только белый фосфор, они широкий спектр фосфоросодержащих продуктов обезвреживают. Вот, кстати, да, я очень благодарен ребятам из Апатитов. Они серьезные профессионалы, они вот описали, как токсичное вещество влияет на морфологию наших грибов. Вот еще у нас есть идеи облучить радиацией наши грибы и посмотреть, как это повлияет на переносимость токсичных веществ. И да, потому что, собственно, если говорить, допустим, о военном применении, то действительно токсические загрязнения, они часто сопровождаются радиоактивными. И вот это интересно. Акоса он интересную работу проделал. Он по базе нуклеотидных последовательностей, генетических последовательностей, но биологи знают NCBI база, он исследовал родственные связи наших грибов. То есть, кто их ближайшие родственники. И оказалось, что это кластер штаммов черного спина. Ну, что такое штаммы? Штаммы – это для микроорганизмов то же самое, что породы для животных и сорта для растений. То есть, это собрание близкородственных организмов, обладающих общими свойствами. И, соответственно, общая генетика, то есть, они близкие родственники. И оказалось, что кластер штаммов, который распространен в Юго-Восточной Азии, где-то от Аравийского полуострова до Индокитая. А самые ближайшие родственники – это два штамма из Китая, район Нанкина, которые были выделены из почвы. Вот, если не ошибаюсь, где-то на соевом поле в Китае. И они занимаются солюбилизацией фосфатных минералов. То есть, они растворяют фосфатные минералы, потому что фосфор, как я уже говорил, это необходимый биогенный элемент, но он труднодоступен. То есть, большинство фосфатов – это минералы, нерастворимые в воде. Очень сложно перевести их в биодоступную форму. Вот как раз грибы, они выделяют кислоты органические, которые растворяют эти минералы, извлекают фосфор уже в биодоступную форму, фосфат, который могут усваивать растения. И получается, что у близких родственников наших штаммов, с которыми мы работаем, способность к существованию в условиях дефицита фосфора выработалась уже длительное время назад. То есть, в процессе эволюции они специализировались именно к обитанию в условиях нехватки фосфора. А, собственно, почему ближайшие родственники наших штаммов – это китайцы, китайские штаммы? Ну, видимо, это как раз связано с тем, что Китай является крупнейшим производителем белого фосфора. И, соответственно, микроорганизмы, которые обсеменили этот белый фосфор, они тоже имеют китайское происхождение. То есть, мы белый фосфор добыли с Новочебоксарского химпрома, но туда, видимо, из Китая его привезли. И вот такая интересная реконструкция, то есть, можно сказать, детективная история, как же это все началось, откуда корни, откуда истоки нашей работы. Вот такие интересные получаются результаты. То есть, ничего не происходит случайно в этом мире. Слушайте, ну это очень интересно. Мы завершаем, потому что у нас, к сожалению, время ограничено. Но я думаю, мы еще увидимся. Огромное вам спасибо, что вы пришли, рассказали так подробно и, как мне кажется, понятно. Ну, я еще не все рассказал. Да, для меня и для зрителей в частности. Я желаю вам успехов, и я уверена, что ваше исследование, оно будет жить и дальше. И это прекрасно то, что вы делаете, и очень важно для нашего общества и для мира в целом. Большое вам спасибо. Большое спасибо, Соне, вам и вашим коллегам за то, что пригласили меня на передачу. Это долгожданное для меня событие. Благодарю. На этом мы завершаем. Большое спасибо, что посмотрели. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok